Итак, каждый год на марафоне проходит рубрика «Театр котят». И с каждым годом рубрика эта становится всё мощнее и мощнее. В прошлый раз, помимо аудиоспектакля, мы ещё и полноценное представление показали в Майнкрафте. К нам их с днём рождения, да? Всех с днём рождения ещё в этом появлении не поздравлялись. С днём рождения! Вот, в общем, я очень серьёзно думала, что может быть насыщенней этого, ну, спектакля в Майнкрафте. И спустя часы раздумий меня осенило. В общем, сейчас вы узрите нечто небывалое, нечто эпохальное. Представляю вашему вниманию марафонную пьесу «Театра котят». Новоуровневую! Написал её Владимир Илюхов. Редактуру сделала я, вот такие дела. Называется это пьеса «Бабушка Мяу». Только для неё нужно немножечко подготовиться так. Во-первых, вот так вот сделать. Ну, или, я не знаю, вот так вот. Ну, хотя бы вот так вот, да. Вот так вот. Ты уже самурай? Не, я просто только что проснувшаяся Настя. Спектакль будет в Роблоксе. Не знаю, что такое Роблокс, но явно круче будет, чем ты предположил. Вот с редактуры что-нибудь оригинального осталось? Конечно, конечно. Вот, так и всякие фишечки добавились. Так, мне надо подготовиться, на самом деле. В общем, это будет нечто. Вы реально такое ещё никогда, никогда не видели. Это, это прям, это прям эпик. Реально, это прям театр. Высокий, высокое искусство. Настоящий, прям эпохальный перформанс. Такс, ну что ж, что ж, что ж, что ж. В Доктора будем играть. Да не, ну погоди. Сейчас. Мола говорит, почему ты скрыла профиль в Стиме? Я? Да это небось Нагибата что сделала? Урза? Ой. Ну что ж, давайте я ещё раз покажу. Трой, кстати, говорит, а кто такая никогда? Опять тянок нашли, да? Может вам тянок привезти? Зачем вот вам тянки, когда у вас вот такая вот есть? Аленушка. Ой, ладно. Маска из новой коллекции на мне. Ну, что ж, ребята, представляю ещё раз вашему вниманию. Спектакль. Ты синее или белое наружу надеваешь. Это сейчас очень важно. Спектакль. Не жарко тебе так будет. Это сейчас тоже не важно. Спектакль. Мексик говорит, вы ли ты нитя? По идее, я не нитя. Должно быть так, ладно. В общем. Ей. Всё, ребята, получите удовольствие максимально. Спектакль. Бабушка. Мяу. Ну, что ж. Пойду. Спектакль, когда спекаешься, сейчас вы все спечётесь от удовольствия. Пойду начаться на спектакль. Так, сейчас, одну секундочку. Извините, пожалуйста, извините. Ой. Мы начинаем. Мяу. 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 О. Кажется, я вздремнула. И мне опять снились кошки. Как они милы. Как их все любят. Наверное, неплохо быть кошкой. Доброе утро, сынок. Доброе, доброе. Знаешь, мне сейчас такой приснился сон. Сон, сон. Какой сон? Ой, сон. Там были кошки. Они пели, танцевали. Ой, милые такие кошки. И они все называли меня бабушка Мяу. Кто называл? Так, кошки. Какие кошки? Кошки. Да какие кошки? В мире такое творится. Да вообще, дай мне почитать спокойно, мама. Привет, бабуля. Ой, красавец мой. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Ой, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. А ты как? Как у тебя дела? Кошмар, бабуля, кошмар. Что случилось? У нас сегодня первым уроком информатика. А я учебник найти не могу. А, учебник? Ой, видела я где-то эти ваши учебники. А, вот же он, господи. Спала я на нем. На, держи, пожалуйста, вот. Учебник возьми, пожалуйста, да. О, спасибо. Вот. О, стой, 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 стой. Я хотела с тобой поговорить. Потом поговорим. Я хотела с тобой поговорить. Да уж, видно, в этом доме не место старикам. Вот когда-нибудь обижусь и уйду. Даю слово. Уйду кошкам. Открой глаза, соседка. Ой. Не бойся. Соседка? Да, соседка. Помнишь меня? Я живу неподалеку. Был учителем-пенсионером. А теперь я. Вот. Ты когда-нибудь, наверное, замечала меня или мою жену, или неподалеку? А, да, вас с женой я видела. Вы почему-то постоянно ссорились. Верно. Мне так надоело с ней ссориться, что я ушел кошкам. Кошкам ушел? Да. Странное дело. Я как раз недавно думала об этом, но разве же это возможно? Почему нет? Вот я перед тобой. Вот. Ну, знаешь, на самом деле, я не один такой. И вообще, кошки, они только наполовину кошки. Все остальные это люди, которые надоело быть людьми, и они превратились в котов и кошек. Батюшки. Не веришь мне? Если хочешь, я могу тебя познакомить с некоторыми из них. Мяу. Эй, капитан. О. Здравствуйте. Познакомьтесь, капитан. Это моя соседка. Раньше она была бухгалтером. Теперь пенсионерка. Рад познакомиться. Желаете вступить в нашу кошачью семью? Знаете, я еще пока не решила. Ну, быстрее думайте и смелее решайтесь. Я вас уверяю, вы не прогадаете. Потому что, кем я раньше был? А кто я сейчас? Я. Бывший моряк. Я бороздил моря, океаны. Я открыл тысячу островов. А эта семья засунула меня в дом престарелых. Ой, господи, милок, не слышу я тебя. Куда засунула? В дом престарелых бабушка она меня засунула. Ясно. Ну, громче говори, а то я слышу плохо очень. Я очень старый кот. Я могу тихо разговаривать. И поэтому я сбежал к кошкам, потому что они хотя бы меня лучше слышат. Ой, это, конечно, очень грустная история. Но я живу не в доме престарелых, нет. Но вы все равно никому не нужны, как и все старики. Как на необитаемом острове. Знаете, почему на необитаемом острове? Я живу в семье. Знаете, я тоже жил в семье. Но ведь вы постоянно ссорились. А с вами зато никто не разговаривает. Еще неизвестно даже, что лучше. Или хуже. Или хуже. А кошки, которые кошки, они не против, ну, кошек, людей? Абсолютно. Нет, не против, совсем не. Абсолютно. Ну, решайте же, соседка. У нас прекрасная семья. Да, например, вечером сегодня будет лекция по астрономии. Астрономии? Да. Я, я люблю, я люблю астрономию. Ну, так, пойдешь? А, не знаю, а что для этого надо сделать? Сейчас я прочту заклинание на древнекошачьем языке. Да? Да, да. Заклинание. Да, и мало того, как только он прочтет наш капитан это заклинание, вы тут же превратитесь в кошку человека и вступите в нашу кошачью семью. А, давайте. Итак, какое же это было заклинание? Кажется, это оно. Кошки повсюду, куда кинешь взгляд, кошки повсюду, где хочешь, лежат. В хижинах кошки и во дворцах, кошки в окошках и в наших сердцах. Попрошу поприветствовать, дорогие котята, нашу новую, нашего нового члена, кошку человека. И, котята, прошу вас, поднимите лапы те, кто согласен принять в нашу большую семью эту замечательную кошечку. С испытательным сроком на один месяц. Да, да, на один месяц, верно. Поднимайте лапы, ну же, ну же. Итак, начинаю подсчет. Честный, самый честный подсчет. Одина лапка, две лапки, три лапки, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Голосуем, голосуем, бодрее, а то проиграем. Так, ага. Если вы не проголосуете, то бабушка обратно превратится. Да, мы же не хотим какую-то бабушку. Нам нужно... Нам нужна кошка. Кошечка, да. Так, прекрасно. И мы набираем... 146 процентов! Единогласно! Поздравляю вас! Вы теперь можете занять место среди нас. Но только остался один момент. Как бы вы хотели, чтобы вас называли? Может быть, кошка-пенсионерка? Нина, кошка-бабушка. Называйте меня Бабушка Мяу. Прекрасное имя, прекрасное. Ну что же, время не ждет, а теперь мы предоставляем слово нашему коту-капитану. Он расскажет нам про звезды и созвездия. Скоро утро, поэтому я буду краток. Итак, посмотрите вон туда. Там созвездие большой медведицы. А рядом созвездие малой медведицы. Когда вы сделаете покруто, посмотрите вон туда, там созвездие змееносца. Прямо зоопарк какой-то. А еще есть созвездие тельца, где свиней и рыб. Ой, рыбы, рыбы. Это прекрасно, это неплохо. А вон там самое неприятное, что есть на свете, созвездие пса. Слушайте, это гадость, черт возьми. А вы скажите, пожалуйста, уважаемый кот-капитан, а созвездие кота на небе. Вы не кажете, есть, да? К сожалению. Как это нет? А маленькой звездочке, которую можно было называть кошечка? Тоже нету. Что же это такое получается? Люди дарят звезды собакам, свиньям, медведям каким-то. А нам кота нет? Мне это решительно не нравится. Смотри, пойдем. А скажите, капитан, а есть же на свете созвездие льва? Да, есть такое. Ну вот видите, Оленша, он из семейства кошачьих, а значит, все сходится. А вы знаете, а вы, в принципе, правы. Есть такое кошачье созвездие, приходит. Я думаю, что это событие нужно праздновать рано. Мяу! Ой, давайте. Мяу! 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 Грабит нас что ли? Что за звуки такие? Смотри, какая прелестная кошечка. А? Что? Ну тут она старая, как наша бабушка. А вообще, ты бабушку, кстати, видел? Чего-то нигде ее нет сегодня. И обзванивал я всех. И не знает никто ничего. Так вот она. Она превратилась в кошку. Теперь это бабушка Мяу. Совсем я покой потерял. Я искал тебя целый день. И на море, и на суше. Почему ты ушла к кошкам? Потому что я вам не нужна. Не говори глупостей. Ты очень нам нужна. Не нужна. Не нужна. Вот сам посуди. Папа весь день на работе. А ты? Либо в школе, либо играешь в свой Майнкрафт, либо на Твичах сидишь, пенсию мою на подписки тратишь. Неправда, бабушка. Ты мне нужна как бабушка, а не как кошка. Когда я стала кошкой, вы меня все так полюбили. Я останусь кошкой. Я так люблю тебя. Подожди, я принесу тебе мисочку молока. Что, уже подумаешь вернуться обратно? Гордости в тебе нету. Внуку знал меня. И он хотел, чтобы я была бабушкой, а не кошкой. Ты только открыла Америку и сразу же ее бросаешь. Очень-очень глупо, непредусмотрительно с твоей стороны. Что же мне делать? Наверное, сейчас я пойду на чердак. Буду смотреть на звезды и думать о том, куда меня унесет дальше судьба. Ну что ж, посмотрим, до чего она додумается. Где? Бедный мальчик. Ах, если бы я была рядом. Так что, всем мешает быть рядом, как кошка? Нет, нет же. Мой внук узнал меня. И он хочет, чтобы я была рядом, как бабушка, а не как кошка. Знаешь, не нужно тебе это. Была бы как кошка. Вот я бы, на самом деле, вернулся к соседке своей, к жене. Но, да не нужно тебе это. Почему? Да. Знаешь, вот если бы, если бы, если бы только это было возможно. Ты уже это передумаешь. Да, я могу передумать. И все же стать бабушкой для своего внука. Не нужна мне эта кошачья жизнь. Ну, ладно, ладно. Есть один способ. Я его, правда, никто не проверял. Можешь стать первым. Так, а что я должна делать? Вообще-то я не знаю. На самом деле, сходи к коту-капитану. Он отведет тебя к коту-профессору. Так. А он разработал специальный способ. Правда, он ни на ком его не испытывал. У нас таких не нашлось. Ну, ты будешь первой. Но наверняка это очень опасно. Опасно? Да. Это опасно. Но даже если это опасно ради своей семьи, я готова пойти на этот шаг. Я сразу стану бабушкой. Осуждали. Стать человеком, подумать только. Наша кошачья жизнь прекрасна. Ходи по крышам. Ходи по крышам. Гуляй там. Спи 16 часов в сутки и даже больше. Ну, кстати, давненько я все-таки не видел своей жены. Интересно, как она там без меня? Ау... Ау... Пойду-ка я поройю. Ой-ой-ой. Ну вот. Вот и всё. Никогда не понимал, что хорошего в том, чтобы быть человеком. Вот и я говорю. Я намерен вернуться к своей жене только в обличии кота. Но жё ли ты не скажешь ей, кто ты такой? А зачем? Если она меня узнает, то наверняка упрячет в сумасшедший дом. Нет, нет, нет. Но всё-таки интересно, как она там без меня. У неё спина болит и здоровье. Я пойду, полечу её немного. Ну, вот я и стала бабушкой. Сейчас лягу вот сюда и притворюсь, что всё это время спала. А ты пока иди, спрячься, пока спрячься. Давай, иди, иди. Вот. Ну, я лягу, они меня найдут и скажут. Где ты была весь день? Мы тебя обыскались. А я им скажу, что я уходила к кошкам. Они спросят, как это кошкам? Это же невозможно. А внук посмотрит на меня и хитро так улыбнётся. А я ему в ответ улыбнусь. Ну, вот. Сейчас лягу поудобней. И притворюсь ещё раз, что сплю. Бабушка! Просыпайся! Там уже все собрались, ждут только тебя. Меня? Да, ну ты поспай. Мы тихо на цепочку прям входили, чтобы тебя лишний раз не разбудить. Устала, наверное, и спала, да? В смысле спала? А разве я не уходила к кошкам? К кошкам? К кошкам? Мама, а ты таблетки сегодня пила, ты не заболела, нет? Не болей, бабушка. Сегодня же праздник, день рождения. Лучше прочитай нам стихи. Они у тебя прекрасно получаются. Ой, стихи? Ну, ладно, я попрощу. Давайте. То ли сон, то ли яй, То ли день пролетел, то ли годы, Я опять человек. Не удался побег, Чтобы кошкой стать неизвестной породы. Будь то сон или яй, Счастье миг или годы невзгоды, Важно знать, понимать. Должен всем человек дать Любовь. Ведем чудо, природы. Ну, иди сюда, котик, иди сюда. Для вас выступали Кошка-бабушка, Наста. Здравствуйте. Еще раз. Батя, карочка. Кот-сосед, карочка. Кот-капитан, фьюнирал. Кот-капитан, фьюнирал. Ха-ха-ха. Это что было сейчас? Красивый, красивый. Не, звезда, звезда. Так. И внучок, бибой. У-у-у-у. Ой, ну поклонимся. Давайте. Ура! Ура, ура. Так, ну, все. Тебе, котят, кончилось. Испокойся!